Сочинцы выбрали тех, кому доверяют. В городе прошло предварительное голосование за кандидатов в депутаты законодательного собрания края. Дети должны учиться в комфортных и безопасных условиях. В ремонте учебных заведений помогут меценаты. Анатолий Пахомов встретился с шефами школы детских садов. 30 колонн и 3000 участников двинулись навстречу лету. В Сочи прошел традиционный красочный карнавал. Старт к курортному сезону дан. С постоянно меняющимся ветром справились на отлично. Сочинская команда по парусному спорту стала лучшей на третьем этапе национальной парусной лиги в Москве. Овощные грядки и птичьи дворы прямо в центре Краснодара. Агротуризм на Кубани набирает обороты. Доказательством этого стала выставка-ярмарка, участие в которой приняли более 80 объектов. Фермерские хозяйства, усадьбы, вненадельные рыболовецкие охотничьи базы. Чем завлекают в Краснодарский край туристов, проверили Вениамин Кондратьев и Владимир Бекетов. Глава региона и спикер Кубанского парламента обошли все экспозиции и пообщались с хозяевами подворий. Те, в свою очередь, рассказали. Гостям, особенно из мегаполисов, станицах и хуторах, всегда рады. Да мы их вот так принимать будем, мы хоть только приезжаем, мы каждому посажем всю дому, чтобы пустневый сад посадили. Любая семья может быть уже создателем этого бизнеса. У них агротуризм каждый день только по своему огороду. Вот в чем вопрос. А нам надо, чтобы не они по огороду ходили, а может быть вместе с ними те, которые еще готовы заплатить деньги за то, что вместе с ними по огороду походят, где там может быть даже и грядки по полю. Агротуры по Европе, они занимают 30% от общего числа туров. 30%. А мы почему-то не можем. Кубань не может создать агротуры. Может. Просто добраться и заниматься в каждом районе, в каждой станице, пытаться главам создавать условия для того, чтобы поехал турист. Пусть будут дневные туры, но и они должны быть. А может быть и с ночевочкой. То есть это все надо продумывать, коллеги. Это хороший заработок и в бюджет района, и в каждую семью. А объектами будут их собственные дома и приусадебные участки. Выставка агротуризма проходит уже третий год подряд и с каждым разом увеличивается. Не только число участников растет и уровень их мастерства. Эта выставка для того, чтобы они могли показать свое мастерство, свои возможности, пригласить к себе в гости туристов, отдыхающих, реализовать свой товар. Действительно, эта выставка является школой для дальнейшего развития. Мы видим, что из года в год мастерство растет наших ремесленников. Но при этом заниматься развитием сельского туризма нужно не просто от выставки к выставке, уверен губернатор края. Отдых в деревнях все больше привлекает гостей региона. Только в прошлом году отпуск в кубанских хуторах выбрали более полумиллиона человек и сделает так, чтобы они захотели вернуться за дача муниципальных властей. Что такое агротуризм? Это системная ежедневная работа. Если не будут системной работы по привлечению агротуристов, то и агротуризма не будет. А для этого должны быть объекты агротуров. То есть то, что вы будете показывать, где эти агротуры проходят. Лучшим подворьям, фермерским хозяйствам и ремесленникам Вениамин Кондратьев и Владимир Бикетов вручили почетные дипломы и медали. Накануне в Сочи состоялось предварительное голосование по выбору кандидатов в законодательное собрание Краснодарского края. Внутрипартийные выборы традиционно проводит «Единая Россия». Такой опыт уже признан удачным. В рамках «Праймерис» в городе было открыто 43 участка. За ходом голосования наблюдала и наша съемочная группа. Последнее майское воскресенье выдалось не только солнечным, но и праздничным. Перед каждым избирательным участком было действительно весело. Выступали народные коллективы города. Особая активность была отмечена в зимнем театре. В праймерис смогли принять участие не только партийцы, а все, кто желал познакомиться с кандидатами на сентябрьские выборы в ЗСК от партии «Единой России». Все они в мае участвовали в дебатах. Это обязательные условия перед предвыборным голосованием. В музее истории курорта проголосовал депутат Государственной Думы Константин Затулин. Я прошел через эту процедуру в прошлом году перед выборами депутатов Государственной Думы. Сейчас это превращается уже в традицию по «Единой России». И вот сейчас мы все участвуем в праймерис депутатов Законодательного собрания Краснодарского края, выборы, которые будут в сентябре. Мне кажется, это очень важно. Ну и, как видите, это продолжение сочинского карнавала сегодня. То есть, прекрасный день, прекрасная погода и хорошее настроение у людей. Вот это то, чего хотелось бы любому депутату добиться в своем округе. Предварительное голосование поможет определиться окончательно с выбором кандидатов в ЗСК. Вот такая процедура определит лидеров. Сами люди выберут тех, кому больше всего доверяют. Соответственно, на партийной краевой конференции мнение избирателей будет учитываться в первую очередь. Мы подсчитаем рейтинг по каждому участку и отправляем в окружные комиссии, где уже ведется окончательный подсчет. Но окончательное решение будет принимать высший орган регионального отделения партии – это краевая конференция. Рейтинговое голосование, как и на обычных выборах, проводилось с 8 утра и до 20 часов вечера. Набравшие наибольшее количество голосов, кандидаты попадут в окончательный список «Единой России». Гелена Овсецна, Димит Даниловский, телекомпания «ФКТ». Ну а следующая информация будет интересна охотникам и стрелкам. Росгвардия предупреждает по указу президента с 1 июня по 12 июля вводится запрет на ношение и транспортировку травматического и охотничьего оружия. Обеспечить его хранение необходимо по месту жительства. Указ был подписан президентом в связи с проведением в России, в том числе и в Сочи, матча Кубка Конфедерации по футболу. И продолжаем. Накануне в Адлере на улице Костромская произошло ДТП с участием 7-летнего ребенка. Он переходил дорогу по пешеходному переходу и в это время на него совершил наезд автомобиль СИАС под управлением местного жителя. В результате ДТП пешеход получил закрытый перелом лучевой кости и был госпитализирован. По факту аварии проводится проверка. Глава Сочи Анатолий Пахомов провел совещание с директорами школ, детских садов и шефами учебных заведений. Поставлена задача уже сейчас начать ремонт и к новому учебному году полностью обновить учебные помещения. Тему продолжит Елена Авсецина. Учебные аудитории еще не опустили. Во многих из них проводится государственная аттестация. Но школьные педагоги переключили с планов и тетрадок на дела хозяйственные. Временно это очень мало. И для нас крайне важно, что администрация города поддержала идею и давно ее развивает по поводу партнерства бизнеса и власти. Бизнеса и школ. В данном случае мы говорим о шефах. И шефы во многих школах делают существенную часть работы. Это и текущий ремонт, и капитальный ремонт. И на самом деле нам это очень помогает. За три летних месяца нужно обновить классы, коридоры, пищевые блоки, спортивные залы. А где-то нужно всерьез заняться фасадом и кровлей. Глава города обращается к шефам и директорам школ детских садов. Если проблема с ремонтом серьезная, ее умалчивать нельзя. Дети должны учиться в комфортных и безопасных условиях. Лето закончится. И сразу же после лета наступит учебный год. И в сочинских школах надо создать условия для того, чтобы детки пошли и начали учиться в хороших условиях. За каждой школой и детским садом закреплены одна или две шефствующие организации. Конечно, сейчас не все могут выделять большие средства на ремонт, но любая копейка, вложенная в образование, принесет свои дивиденды. Можно делать, чтобы дети, внуки были счастливыми. Чтобы они стали таковыми, нам нужно пользоваться той инфраструктурой, которая в городе есть. Прежде всего, это спортивные объекты. Второе, это нужно все делать для того, чтобы дети были в гуще всех событий, чтобы они принимали участие в событийных мероприятиях, которые в городе проводятся. Но и самое главное, это создавать бытие с пониманием того, что я нахожусь в детском саде, где все красиво. В школе номер 85 Лазаревского района города в этом году как никогда повезло. Нашелся предприниматель, который поможет отремонтировать крышу школьного здания. А это ни много ни мало – 5-6 миллионов рублей. Исабек Исмаилов пообещал, сколько потребуется, столько школа и получит. Ремонтные работы мы сделаем качественные, чтобы было всем приятно, без нареканий, когда делаешь какое-то дело и себе приятное, и окружающим, и есть о чем вспомнить. Как только завершатся смены в школьных лагерях и сдача единого госэкзамена, во дворах учебных заведений заработает строительная техника. Шефа начнут ремонт, а учителя – их помощники в течение двух месяцев. В прошлом году ремонт проводился в 36 учебных заведениях. В целом же шефы выделили 40 миллионов рублей. В этом году пообещали, они помогут снова. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. В России стартовала волна ЕГЭ. Сегодня выпускники 11-х классов сдали первые экзамены по географии и информатике. В случае эти предметы выбрали 178 ребят. В этом году без экзамены школьникам предстоит сдавать снова с нововведениями, какими именно, расскажет Ольга Десятого. Для проведения ЕГЭ по географии и информатике сегодня в Сочи открылись 4 пункта. В Центральном районе на базе школы номер 7. Здесь за процедурой единого госэкзамена следили не только педагоги, но и представители родительской общественности. Выпускникам наблюдателей по традиции напомнили о правилах, за нарушение которых результаты ЕГЭ могут быть аннулированы. Сегодня на экзамен по географии помимо гелевой ручки участники единого государственного экзамена имели право взять с собой линейку и транспортир. Данные предметы ребята выбирали сами, поэтому сегодня здесь мало кто волновался. На экзамен будущие абитуриенты пришли достаточно уверенными в своих знаниях. Ходили на репетиторство. Ну, активно, разумеется, надо прорешивать и дома. Различные задания. Если не 100 баллов, то 99, но думаю, точно наберем. Вообще никакого волнения, честно. Просто пришел. ЕГЭ прикольный. Ростов, Краснодар, программирование, что-нибудь такое. У меня предметы русские, профильная алгебра и информатика. Вот, то есть больше никаких нету. Я только на информатику и весь расчет. В этом году все аудитории оборудованы компьютерами и принтерами. В Краснодарском крае и непосредственно в городе Сочи при проведении ЕГЭ используется новая технология. То есть теперь контрольно-измерительные материалы будут распечатываться на глазах у выпускников. Сами же задания в пункты проведения экзамена из Федерального центра тестирования сегодня поступили на дисках. Ребята видят, что КИМы появляются в их присутствии. Диск запаролен с помощью токена члена ГЭК, это специального ключа доступа. Таким образом повышается информационная безопасность. На бумажном варианте контрольно-измерительные материалы в территории не поступают. И поэтому не могут быть никаким образом разглашены до начала экзаменов. Баллы, полученные на данных экзаменах по выбору, выпускникам необходимы для поступления в ВУЗы. Следующее же испытание, результаты которого необходимы для получения аттестата, выпускников ждет 31 мая. Математику будут сдавать все 2000 сочинских выпускников. Кругосветные круизы из Сочинской гавани. О развитии транспортных перевозок говорили накануне в Сочи участники седьмой сессии отраслевых советов Координационного транспортного совещания государств участников СНГ. Участники форума обсудили наиболее важные аспекты взаимодействия государств, содружества в сфере транспорта, безопасности и улучшения качества пассажирских перевозок. Вы сказали свои идеи и предложения. В странах СНГ идет интенсивное развитие транспортно-логистических центров, ведется работа по созданию систем скоростного железнодорожного сообщения, а также совершенствование водного и авиационного транспорта. Главная задача для транспортников – обеспечение качественных перевозок в городах, где пройдет чемпионат мира по футболу. Большинство болельщиков из стран СНГ прибудет на соревнования воздушным транспортом и железнодорожным. Благодаря транспортному гиду, болельщик, а зрители смогут бронировать бесплатные билеты на железнодорожном и других видах транспорта. В упрощенном порядке регистрироваться на рейсы. Кроме того, обладатели билетов на матчи имеют право бесплатного проезда различными видами транспорта между городами-организаторами, а также внутри городов. Сегодня мы создали новый совет, совет по транспортным коридорам, то есть по логистике, оптимизации перевозок на транспорте. Поэтому это главный форум, где мы встречаемся, как транспортники, обсуждаем свои вопросы, ставим задачи перед собой, которые потом, если они должны решаться на более высоком уровне, ставим на уровень и нашего руководства. Расширение пропускной способности, магистральной модернизации портовой инфраструктуры – важнейшие задачи и для Краснодарского края, так как регион является ключевым транспортным узлом России. Что же касается Сочи, то здесь к Олимпиаде были модернизированы все возможные пути – транспортные, авиа и морские сообщения. В этом году Сочинская гавань принимает новые круизные лайнеры. В перспективе – возможность кругосветных путешествий от Сочинского порта. В Сочи молодые казаки приняли присягу. 80 человек решили вступить в ряды казачьего общества. Новобранцы уже прошли начальный этап подготовки. А для того, чтобы поступить на службу, им необходимо дать клятву на верность православной вере Отечеству и казачеству. Слово Татьяне Говорковой. Божьей церкви и соединением всех Господу помолимся. Казачество всегда было тесно связано с церковью. И в нынешние времена присяга в жизни казаков – второе по значимости событие после святого крещения. Это слово чести, данное казаком на верность православной вере. Отстояв молебен в храме Андрея Первозванного и получив благословение от батюшки, новобранцы Центрального районного казачьего общества проходят ритуал посвящения. Служиви православной, чтите традиции и уважайте наших. Накраду суда получайте. Перед принятием присяги каждый молодой казак проходит испытательный срок, изучает основы православного вероисповедания, обычаи, традиции и культуру казачества. С кодексом чести казака Даниил Боровиков знаком с детства. По окончанию 10-й школы решил заполнить прошение в казачье общество, и его приняли в направлении. До присяги я все равно работал уже все, помогал казачеству. Казаком я себя вижу, потому что с самого детства уже казак, и поэтому думаю поступать в училище именно казачьего направления, то есть казачий полк, потому что все же уже казак. Во время присяги освещается и оружие казака, с которым он несет службу. В Сочи работы у казачества немало. Они принимают участие во всех событийных мероприятиях и следят за порядком в городе. Входит число добровольных дружин и ежедневно патрулируют улицы совместно с полицией. В летний период мы будем охранять пляжи. Это у нас Приморский, это Маяк и Ривера. Также будем регулировать пешеходные переходы. Это возле главпочтамта. Теперь мы взяли под охрану, во всяком случае не все, но часть уже школ взяли под охрану. И задача стоит, что все муниципальные предприятия нужно взять под охрану. С момента принятия присяги новобранцы обладают всеми правами и обязанностями казака. Ряды Центрального районного казачьего общества пополнили 80 бойцов. Татьяна Говоркова, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ. Ну а состоявшиеся спортсмены в Сочи стали военным резервом. В субботу в Олимпийском парке новобранцы спортивных РОСЦСК приняли присягу. Это члены сборных команд страны, призеры Олимпийских игр, чемпионы мира и Европы, победители международных турниров. В рамках церемонии опытным бойцам спортивного фронта вручили новые награды. Обладатель трех серебряных олимпийских медалей, саночник Альберт Демченко, который занимает пост главного тренера национальной команды, и президент Федерации Бобслей России Александр Зубков, завоевавший на Сочинской Олимпиаде две золотые награды, получили медали за отличие в военной службе первой степени. И к другим новостям. Всю жизнь в молитвах. Митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора с днем рождения поздравил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Глава региона пожелал владыке долгих лет жизни. Поблагодарил за его ежедневный труд, службу на благо жителей края и большой вклад в развитие духовной жизни региона. Духовный стержень – это, наверное, тот основной стержень, который позволил нашему народу выстоять в самых лихих испытаниях. И Кубань, наш край, тоже прошел много суровых годин. Вот этот духовный стержень, я уверен, он помогал, помогает и поможет сегодня нашему народу. Вы – вот тот духовный наставник всей Кубани, который помогаете быть с Богом, быть в наших храмах. Благодаря вам сегодня духовная жизнь Кубани на высоком уровне, я считаю. Благодаря вам сегодня строятся храмы. Сердечно благодарю вас за ваше поздравление, за ваши добрые пожелания, за высокую оценку моих скромных трудов. С именем митрополита связывают возрождение православной веры на Кубани. В регионе активно строят и открывают новые храмы и приходы. Сегодня на Кубани их более 500. Курортный сезон официально открыт. В Сочи прошел уже традиционный для города карнавал. Наиболее яркие моменты праздничного шествия в нашем следующем материале. Не прошляпь свое лето. По таким лозунгам в этом году прошло костюмированное красочное шествие. Началось оно от площади Зимнего театра. На встречу лету отправились 30 ярких колонн, в которые встали около 3000 человек. Во главе мэр Сочи Анатолий Пахомов. Власти Сочи говорят, добро пожаловать в Сочи. Мы встречаем всех ваш в аэропорту, на вокзале и создаем замечательное лето. Мы гарантируем вам качество наших услуг и мы гарантируем безопасность в нашем городе. Участники карнавала – это все те, кто будет в течение трех летних месяцев организовывать отдых гостей. Представители отелей и пансионатов, туристических фирм, градообразующих предприятий, а также анимационные команды, детские театральные студии и танцевальные коллективы. Любое приключение должно с чего-либо начинаться, утверждал английский писатель Юйс Кэрролл. Кстати, именно его сказка «Алиса в стране чудес» легла в основу карнавала. Ведущие праздника перевоплотились в красную даму и эксцентричного шляпника. Привет, Сочи! Привет, друзья! Участникам в этом году организаторы предложили взять пример как раз со шляпника Льюиса Кэрролла и продемонстрировать на карнавале необычные головные уборы. За лучшие награды оценивала наряда участников компетентная жюри. Ну и, конечно, какой карнавал без зажигательных танцев. Также в этот праздничный день работали пять специально организованных арт-пространств. Там все желающие смогли пообщаться с участниками карнавала. После шествия гала-концерт на Южном Молу выступления коллективов можно было увидеть на всех экранах арт-пространства и площади Южного Мола. По традиции после концерта жюри выбрало обладателей лучших костюмах и ждали награды и подарки. А завершилось карнавал лето праздничным фейерверком. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ. На встрече чемпионату мира по футболу в Сочи теперь можно сфотографироваться с талисманом предстоящего мундиаля. На площади возле городской мэрии установили скульптуру забиваки. Это человекоподобный волк с мячом. Одет он в футбольную форму в цветах российского триколора. Я напомню, забиваку в качестве талисмана предстоящего чемпионата мира 2018 выбрали в октябре прошлого года путем всероссийского голосования. Волк набрал 53% голосов, обойдя своих соперников кота и тигра. Ну а теперь забивака украшает площадь возле городской мэрии. Добавлю, что завтра здесь же будет торжественно открыта вот такая необычная лавочка с портативной зарядной станцией для мобильных телефонов на солнечных панелях в виде футбольных ворот. Кроме того, ворота оборудованы урной в виде футбольного мяча. Открытие приурочат году экологии и предстоящему мундиалю. Сочинская команда по парусному спорту стала лучшей на третьем этапе премьер-дивизиона. Этап национальной парусной лиги завершился в воскресенье в Москве. В гонках приняли участие 9 команд из 5 регионов России. Это Москва, Астрахань, Туапсе, Челябинск, Таганрог и Сочи. Заключительный день регаты встретил спортсменов хмурым небом и низкой облачностью. Но главное был ветер. На протяжении трех гоночных дней на акватории Химкинского водохранилища царила абсолютно разная погода. В воскресенье на дистанции был меняющийся ветер и, как следствие, большое количество столкновений. Но, несмотря на все капризы погоды, по итогам третьего этапа премьер-дивизиона победу завоевала сочинская команда. Основная цель – это выход высшей дивизиона в следующий год в Национальную парусную лигу, чтобы там уже сражаться с сильнейшими командами. В Сочи – это Черное море, а здесь кусочек воды, так сказать. Ветер крутит очень сильно, заходы по 120 градусов, по 180 градусов иногда бывают. И порывы под каждого куста. В Сочи, конечно, погода более стабильная. Второе место досталось Москве. Третье – у Челябинска. Регата в столице завершилась, но не завершилась борьба в премьер-лиге. Команды ждет Псковское озеро, где в июне пройдет очередной этап. Далее будут Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Сочи. Добавлю, что Национальная парусная лига – крупнейший проект Всероссийской Федерации парусного спорта. В этом году лига проводит свой третий сезон, который стал самым масштабным за всю историю проекта. Он состоит из двух дивизионов – высшего и премьер, в которых принимают участие 27 и до 18 команд соответственно. Более 80 спортсменов приняли участие в первенстве города по УШУ. Соревнования прошли в эти выходные среди воспитанников спортивных школ города. Об успехах сочинских ушуистов в нашем следующем сюжете. Традиционно спортивный подготовительный сезон завершается подобного уровня соревнованиями. Первенство города Сочи по УШУ – это как отчет о проделанной работе за год. Показать своим родителям, друзьям все, чему обучились за этот период. В начале на ковер выходят самые юные спортсмены. Возраст участников у нас 6 лет. Группа 6-8 лет, 9-11, 12-14, 15-17 и взрослые спортсмены. Выполняют виды УШУ, УШУ-ТАЛУ и традиционные виды УШУ. Оценки обычно выставляются за сложность движений, четкость их выполнения, а еще и за театральность исполнения. Григорий Гвашов, УШУ не новичок. 5 лет упорных тренировок принесли свои результаты. В этом году я выступал на чемпионате России, стал двукратным чемпионом России. Перед этим я выступал на чемпионате Южного федерального округа, стал там трехкратным чемпионом. В прошлом году я выступал на спортивной Европе, я там тоже победил. Сочинские спортсмены вошли в сборную Южного федерального округа. С чемпионата по традиционным видам УШУ они привезли 8 медалей, 4 из которых золотые. Сами ребята признаются, выбирают УШУ за то, что этот вид спорта красивый, с добавлением акробатических элементов, неконтактный, а значит менее травматичный, более всего учит умению защищаться. Елена Овсецина, Димит Даниловский, телекомпания ФКТ. 11 стран, 37 городов и 5000 человек. Юристы всего мира приняли участие в благотворительном забеге в поддержку больных детей. В этом году к традиционному проекту присоединились и сочинские адвокаты. Проект, объединяющий представителей профессионального сообщества юристов всего мира в поддержку подопечных благотворительного фонда «Подари жизнь» приурочен сразу к нескольким датам. Дню российской адвокатуры, Всемирному дню без табака и Дню защиты детей. В этом году традиционный в мире забег получил огромный географический охват от Благовещенска до Лондона. В Сочи юристы пробежали произвольную дистанцию практически в полтора километра от пешеходного Ривьерского моста до Кубанского кольца. Все денежные средства, которые будут собраны в рамках этого забега, они собираются и по всей стране, и за рубежом. Они идут в фонд «Подари жизнь». Около 20 детей были спасены благодаря вот этому забегу благотворительному. Причем это онкобольные, это достаточно сложные больные, это дети. Мы очень надеемся на то, что этот забег станет определенной традицией в городе. И в завершении информация от партнеров программы. Стоматология Скаковский работает по принципу 3П. Порядочность, последовательность, профессионализм оказывает все виды стоматологических услуг. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Продолжение следует...